Каждый день более тысячи человек делают свой выбор в пользу программы Сотка и начинают ее проходить. Это разные люди, мужчины и женщины, дети, взрослые, старики, совершенно разного социального статуса, школьники, студенты, домохозяйки, простые рабочие или директора даже производств. Но все они выбирают нашу программу, потому что это самый эффективный способ достигнуть одной из тех целей, которые они ставят перед собой. И в сегодняшнем ролике я хочу рассказать о тех пяти целях, которые позволяют достигнуть наша программа. Главное отличие нашей программы от всего остального, что вы можете найти в интернете, заключается в том, что в первую очередь Сотка это образовательная программа. Вот это поворот! То есть наша задача дать людям знания в вопросах физической активности и здорового образа жизни и восполнить те пробелы, которые почему-то у них есть. Дело в том, что в настоящее время государство ни в школе, ни в университете не уделяет должного внимания этим вопросам, хотя должно было бы в рамках урока по физкультуре или хотя бы по биологии. Потому что это жизненно важный вопрос, определяющий качество этой самой жизни людей. Фрэнсис Бэкон как-то сказал, что знание это сила, и это действительно так, в рамках Сотки вы убедитесь в этом. И это одна из причин, почему наша программа подходит абсолютно всем, почему одинаково успешно проходят люди в возрасте от 7 лет до 72 и даже выше. Один из последних отзывов, который я получил, был от человека в возрасте 81 год, который смог благодаря нашей программе научиться подтягиваться 6 раз. Ребята, я не верю, что школьники сейчас смогут на урок физкультуры потянуться 6 раз, не говоря уже о людях в возрасте 80 лет. Мы не даем готовые ответы, не даем готовые рекомендации, как другие составители программ, как другие приложения, нет. Мы хотим, чтобы участники сами доходили до всего. Но мы рассказываем, что и как. Как что работает, на что нужно обращать внимание, как встроен организм и так далее. Взаимосвязи между разными системами организма. Таким образом, чтобы у участников программы возникло целостное понимание, а не просто идея о том, что нужно заниматься, и тогда ты похудеешь, или нужно не есть после 6, и тогда ты похудеешь. Если вдруг на видео будут шумы, то знайте, что здесь находится трактор. Я не знаю, зачем он в 7 утра на площадке, рядом с ней газует на парковке, но, тем не менее, он портит нам звук, и это меня очень расстраивает. А мы двигаемся ко второй цели нашей программы, которая заключается в том, чтобы выработать привычку тренироваться. Дело в том, что тренироваться каждый день, как бы это ни казалось странным, намного легче, чем тренироваться время от времени, потому что сами тренировки уже вписаны в ваш распорядок дня. Они являются для вас привычным действием. Проснулись, потренировались, или пришли с работы, потренировались, или некоторые тренируются в обеденный перерыв, если рядом с работой есть площадка с турниками и брусьями. Все возможно. И уже не нужно себя заставлять. То есть самый сложный шаг – это первый. Вот вы посмотрели это видео, поняли, что хочется привести себя в форму, хочется начать. И вот сделать первый шаг, первую тренировку провести – это самое сложное. Вторую будет легче, третью еще легче. К концу первой недели вы уже вошли в режим, и дальше спокойно дойдете до конца программы. Это не голословное заявление. У нас есть статистика по выбытию участников. Больше всего мы теряем людей, которые записались и не вышли на старт, либо вышли и после первого дня перестали продолжать. За вторую половину программы с 50 по 100 день мы теряем всего 2% участников. 2% от всех тех, кто записался в начале. Вот она, сила привычки. Главная наша задача – сделать так, чтобы тренировки стали частью жизни участников. И для этого мы сделали их максимально доступными, максимально простыми, максимально эффективными. Таким образом, чтобы у вас не было возможности дать себе какую-либо отмазку. Вам не нужен дополнительный инвентарь, вам не нужно ничего покупать, вам не нужно записываться в фитнес-клуб. Вы просто можете выйти во двор позаниматься. Не можете выйти во двор, можете позаниматься дома. Хотя, конечно, занятия на свежем воздухе гораздо более приятны и полезны для вашего здоровья. Именно поэтому все наши видео, и это в том числе, я записываю на улице. Потому что здесь здорово. Не понимаю людей, которым нравится заниматься в душных фитнес-клубах, когда на улице так здорово. Первые две цели звучат, конечно, интересно, но большинство людей начинает проходить программу не ради них, а с более прозаическими целями. Например, чтобы привести себя в форму или увеличить количество повторений в том или ином упражнении. Это как раз цели 3 и 4 в нашей программе. Благодаря ей вы, во-первых, сможете увеличить количество повторений в подтягиваниях, отжиманиях от пола и приседаниях. И рядом со мной размещу в табличку, в которой укажу достойное, на мой взгляд, количество повторений в этих упражнениях для мужчин и женщин. Конечно, можно делать больше повторений, но тогда ваши тренировки будут занимать очень много времени. И, честно говоря, я не вижу в этом большого смысла. Гораздо проще перейти на продвинутые версии этих упражнений, выполнять такое же количество повторений, но получать лучший результат. И также, естественно, всем хочется отлично выглядеть. Даже еще больше хочется, чем много подтягиваться. Потому что зачем много подтягиваться, если никто не видит, и по вам нельзя сказать, что вы много подтягиваете. Правильно? Всем хочется рельефное тело, всем хочется кубики пресса. Наша программа поможет участникам обрести тело их мечты, если они будут следовать всем рекомендациям, о которых мы говорим. Нужно, главное, что нужно запомнить, это то, что нельзя просто тренировками привести себя в форму. Если вы не разберетесь со своим питанием, особенно если вы хотите похудеть или набрать мышечную массу, а не просто изменить композицию тела, то одними тренировками здесь не справиться. Хотя, конечно, человек, который не тренируется, человек, который тренируется, выглядит совершенно по-разному. Пятая цель нашей программы заключается в том, чтобы найти новых друзей. Потому что, когда вы начинаете изменять себя, то вашему окружению это может не понравиться. Особенно, если сейчас вы ведете не самый здоровый образ жизни. Люди, которые зовут вас каждую пятницу куда-то в бар, на дискотеку, в ночной клуб, они не оценят ваше стремление измениться, начать вести здоровый образ жизни, подкачаться и так далее, и так далее. И вам нужны новые люди, которыми вы сможете себя окружить. Потому что в конечном итоге вы являетесь продуктом вашего окружения. Вы влияете на окружение, окружение влияет на вас. И для того, чтобы вот этот вот взаимообмен был максимально эффективным, вам следует подбирать вокруг себя правильное окружение. И наша программа дает вам такую возможность, потому что она объединяет людей более чем из тысячи городов, 65 странах мира, которые проходят ее параллельно вместе с вами, с которыми вы можете общаться через сайт, через мессенджеры, через социальные сети. У нас огромное количество групп. Уже, по-моему, в 30 городах есть кураторы, которые проводят еженедельно воскресные сборы участников, чтобы все собрались вместе, потренировались, зарядились энергией на неделю вперед. И это очень здорово. Количество кураторов, количество городов будет расти. Возможно, после прохождения программы вы решите тоже, как выпускник, стать куратором и начать помогать другим людям становиться лучше. Мне будет очень приятно, если это произойдет. Действительно. Вот, так что наша пятая цель – это создание такой формирования здоровых сообществ на базе спортивных площадок, да и не только их, в разных городах по всему миру. А для участников это возможность завести новое интересное и полезное знакомство, потому что на тренировках мы не только тренируемся, мы еще и общаемся за жизнь. Благо, что воркаут-формат это позволяет, в отличие, допустим, от кроссфит-тренировок, где все зашорены, все зашуганы, все прям что-то делают, 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 и еле успевают переводить дыхание. Вот так звучат пять основных целей, которые мы стремимся достигнуть в рамках нашей программы. Если они коррелируют с тем, чего хотите достичь вы, то ссылка на приложение «Сотки» в описании. Заходите, скачивайте, или можете воспользоваться нашим сайтом. Ссылка на него тоже будет. Самая последняя версия программы всегда, в первую очередь, появляется на сайте. Вот, на этом все на сегодня. С вами был Антон Кучумов, канал «Воркаут фитнесгородских улиц». До встречи в следующих видео и на уличных площадках ваших городов. Пока!